Сказка о маленьком самолетике. Жил-был на белом свете маленький самолетик. Вообще-то он жил на аэродроме. А ангар это дом для самолетов, в котором они отдыхают после полетов. Спят, если болеют. Да-да, самолеты тоже могут болеть, как и люди. В этом доме их лечат специальные самолетные врачи-механики. Наш самолетик был такой крошечный, что места ему в ангаре было нужно совсем немного. Это громадные транспортные самолеты или пассажирские лайнеры занимали целый ангар. Некоторым из них и то было тесно, так что они еле-еле могли повернуться в нем. А нашему самолетику хватало одного лишь уголка в большом ангаре. Самолетик очень завидовал большим самолетам и очень переживал, что он такой маленький. Вот мне бы быть большим пассажирским лайнером, часто мечтал самолетик. В него ведь можно поместиться сто, а может и двести пассажиров. А я такой маленький. Ну что я могу взять на борт? Ну только одного человека, одного пассажира. Или быть бы мне таким, как вот этот транспортный самолет, в который можно погрузить двести тонн груза. Я бы мог везти сразу несколько танков или тяжелых машин, или целую кучу контейнеров. А я такой маленький и слабый. Я еле-еле-еле-то могу поднять несколько коробок. И что я вожу? Совсем даже не танки и грозовики, а какую-то почту. Самолетик тяжело вздыхал. Ему становилось так жалко себя, что он начинал чихать мотором, совсем как человек. А когда он выруливал на взлетную полосу, у него появлялся новый повод для переживаний. Над его головой с огромной скоростью проносились боевые самолеты, истребители, штурмовики. Они летели так быстро, что самолетик едва успевал их заметить. Вот только что они были над головой, а вот уже и след их простыл. И самолетик снова огорченно вздыхал. Ах, если б я мог летать так быстро, как эти истребители, чтобы за несколько минут перелететь всю страну. А я еду, конечно, быстрее любого автомобиля, но все равно самый тихоходный самолетик. И медленнее меня летает никто уже. И еще он сильно переживал, что из-за того, что он маленький, его никто не замечает. Что самолетик не делал, чтобы его заметили. Переезжал полосу прямо перед носом у лайнера, взлетал прямо из-под колес больших грузов, транспортников, вертелся в воздухе на дороге у истребителей. И все бесполезно. Его все равно никто не замечал. А если и замечали, то лишь только для того, чтобы наказать. А сразу после наказания снова забывали, будто его и не было. И опять вздыхал. И опять летел развозить почту в маленькие поселки. Постепенно от скуки он начал все больше и больше лениться. Перестал смотреть за собой, вовремя краситься и проходить техосмотр, изучать новые маршруты и карты. Мало того, вместо хорошего качественного бензина он начал заправляться плохим, низкосортным. От такого топлива все двоилось перед его стеклами. Полет был неровным и въялым. При посадке земля уходила куда-то из-под колес. Мотор икал и фыркал. Но зачем ему было следить за собой, раз он был неудачником? У него появились друзья такие же потрепанные самолеты, которым он жаловался на судьбу. А те, в свою очередь, ему. Вместо работы он все больше летал без дела. Просто туда-сюда. Однажды ему пришлось лететь на военный аэродром. И там он снова с завистью смотрел, как быстро летают истребители. Как легко они выделывают разные фигуры в воздухе. А уж когда они начали стрелять, у него даже дух перехватило. Такое мощное у них было оружие. Он по своему обыкновению начал жаловаться на судьбу, ворча себе под мотор. О том, как ему плохо. Это часто делают и люди, дети, а иногда и взрослые. Только не под мотор, а под нос себе. Как вдруг услышал из распахнутой двери пыльного ангара негромкий кашель. Из любопытства он подрулил к нему поближе и увидел внутри самолет. Этот самолет был таким же маленьким, как и он. Но каким же он был старым. Старым при старом. Наш самолетик даже и не представлял, что где-то на земле остались еще такие самолеты. У него была открытая кабина. А крыльев-то было четыре. И располагались они в два ряда. Наш самолетик удивился, что этот самолет не ржавый. Но потом понял. Этот чудесный самолет был деревянным. Вернее, фанерным. Кое-где его в деревянных боках и в крыльях какие-то странные мыши или насекомые прогрызли аккуратные ровные дырочки, располагавшие строчкой. А на теле были видны следы старых ожогов. А вы кто? Наконец осмелился спросить старика самолетик. Я последний самолет большой войны. Вернее, последний в своем классе прокашлял сизым дымом старичок. Я просто услышал тебя и захотел рассказать тебе о себе. Про большую войну самолетик только слышал. Она была давным-давно. Тогда погибло много-много самолетов, сражаясь с врагами. А старый самолет сказал ему. Я тоже был когда-то новеньким самолетом. И я совсем как ты завидовал большим. Они ведь летали выше и дальше меня сбрасывали на врага бомбы, стреляли по нему из пушек и пулеметов. А мне выпало только возить приказы командования. В меня ни разу не грузили ни одной бомбы. А пулеметик, который стоял на мне, был совсем небольшой. И старый самолет рассказал о том, как тяжело ему было в ту войну. Как ему приходилось летать под пулями врага. Вот что означали эти дырочки. Это были пробоины от вражеских пуль. Не имея возможности даже ответить ему. Как он горел, но все равно летел, чтобы помочь людям. И много чего еще страшного и героического. И закончил свой рассказ старый самолетик так. Не важно, какого ты размера или веса. Важно, какого ты размера делаешь свои дела. Я делал очень важные дела. Без приказов, которые я доставлял, войска не смогли бы вовремя пойти в бой. Большие самолеты не смогли бы точно вылетать на цели и бомбить врага. И пусть я не сбил ни одного вражеского самолета, без меня их не смогли бы сбить и другие. Ты должен быть всегда готов выполнить дело. А чтобы выполнить его, ты должен быть лучшим. Меня всегда выбирали, потому что я был лучшим из всех. И старый самолет внимательно посмотрел на облупившуюся краску нашего самолетика. А тот постарался не дышать в сторону того старого самолетика выхлопом своего некачественного бензина. Самолетик вернулся на свой аэродром. Но крепко задумался над словами старого самолета. Он заново окрасился, перестал быть неряшливым, а главное, перестал заправляться некачественным бензином. И сразу стало легче ему летать, маршрут стал более ясным. Правда, появилось много неисправностей, на которые он раньше не обращал внимания. Так что ему даже пришлось обратиться на внеочередной техосмотр. И сколько же во время его нашлось неполадок. Механик даже сказал, что если бы не этот техосмотр, самолетик мог бы даже упасть во время ближайшего полета. Но, к счастью, все эти неисправности можно было починить, что и было сделано. Теперь самолетик больше не болтался без дела. Вместо этого он изучал новые маршруты и старые карты. Чутко следил за своим техническим состоянием и всегда был в порядке. А вскоре случилось несчастье. Где-то в горах разбился большой пассажирский лайнер. Он успел приземлиться на край горы, так что все пассажиры остались живы. И даже успел послать сигнал бедствия. Но и только. Люди в горах остались одни. А в горах лежит снег. И даже летом очень холодно. Многие из людей были ранены. И им совсем нечего было есть. Прогноз погоды обещал сильный мороз и метель в горах на ближайшие сутки. Без помощи люди должны были погибнуть очень скоро. Все самолеты собрались на совещание и стали думать, как помочь людям. Военные самолеты сказали. Мы летаем очень быстро и можем разбомбить любую цель. Но в горах наша скорость только нам во вред. Мы неминуем и разобьемся. Мы обязательно врежемся в скалы. И мы не можем разбомбить голод и расстрелять холод. Мы не можем помочь людям. Пассажирские самолеты сказали. Мы можем вывести всех людей. Среди нас есть такие гиганты, что смогут вместить всех пассажиров погибшего самолета. И половина кресел останется еще пустыми. Но именно потому, что мы такие большие, мы не сможем пролететь в узких проходах в горах. И негде нам будет ни сесть, ни взлететь. Нам нужна большая взлетно-посадочная полоса. Жаль, но мы тоже не можем помочь людям. Большие транспортные самолеты сказали. Мы можем привезти людям еды и воды на целый год. И лекарства на три больницы. Но у нас та же проблема. Мы не сможем пролететь в горах и сесть там. И кроме того, мы даже не знаем точно, где же разбился самолет с людьми. Мы не поможем им. Не сможем. И тут к большим самолетам робко покатился наш маленький самолетик. Он все время стоял в углу ангара и тихо слушал разговор больших самолетов. Они его даже не замечали. Большие часто не замечают маленьких. Не только самолеты, но и люди. А зря. А давайте полечу я, предложил он. Я ведь маленький. Я смогу пролететь даже совсем в узкий проход между горами. Я летаю тихо и всегда смогу увернуться от столкновения. Я могу пролететь так низко, что рассмотрю все, все, все. И я могу сесть на совсем маленькую площадку. Мне не нужны большие ровные плиты аэродрома. Но ты же можешь взять совсем немного груза с сомнением, сказал большой транспортный самолет. И только одного пассажира добавил гигантский лайнер. Да, но я смогу хотя бы помочь продержаться людям вот эту самую холодную ночь. А когда я найду людей, большие транспортные самолеты смогут сбросить им все необходимое на парашютах. А ты сможешь летать в горах? Спросил военный штурмовик. Это очень сложно. Там всегда трудно дышать. И людям, и самолетам не хватает кислорода. Я в хорошей форме. Все мои детали работают исправно. И я тренировался, ответил самолетик. И в подтверждение своих слов взлетел и сделал мертвую петлю. А это такая фигура высшего пилотажа, которую может сделать далеко не каждый самолет. И маленькому самолетику доверили это дело. Его нагрузили пищей, лекарствами и теплой одеждой. Груза было столько, что раньше, когда все гайки в самолете были разболтанными, он бы даже не смог оторваться от земли. Но теперь он бодро заревел своими небольшими моторами и взлетел. В горах было очень страшно и тяжело. Началась метель. И в лобовое стекло самолетики летели целые комья, снега и града. Самолетику даже захотелось вернуться. Но тут он вспомнил, как старый боевой самолет рассказывал ему, как он летал зимой на фронте. Тогда тоже была такая же метель и снег, и лед. Но еще тогда по нему вдобавок стреляли враги. А это куда опаснее и страшнее любого снега, подумал самолетик. И полетел дальше. Он забрался так высоко в гору, что мотору стало не хватать кислорода. И опять ему захотелось вернуться. Но он вспомнил, как старый самолет рассказал ему историю о том, как он горел, когда вывозил детей из-за линии фронта. Когда горишь, тоже не хватает кислорода для мотора. Он мог бы сесть, но тогда детей убили бы враги, подумал самолетик. И полетел дальше. Становилось темно, и уже ничего не было видно. Было холодно и страшно. Острые верхушки скал были совсем близко. Снова самолетику захотелось вернуться домой, но он вспомнил, как старый самолет летал к партизанам. Тогда тоже было темно. Верхушки деревьев были еще ближе. А подниматься выше было нельзя, потому что в воздухе были вражеские истребители, подумал самолетик. И снова продолжил свой полет. Неизвестно, куда надо было лететь дальше. Горы на его пути стояли сплошной стеной. Но самолетик вспомнил старые карты и маршруты. И на память ему пришел один проход в горах, который был отмечен только на старых картах. И вот решительно повернул туда, где, казалось, были одни каменные стены. Казалось, вот-вот он разобьется, но в сплошной стене вдруг действительно открылся проход, и самолет влетел в узкое ущелье. Там, на склоне горы, он заметил людей, которые отчаянно махали ему руками. Очень трудно было садиться на склон. Склон был усеян камнями. Но не зря он упорно тренировался, потому и смог сесть там, где раньше бы обязательно разбился. Помощь пришла вовремя. Люди смогли согреться, поесть и оказать помощь раненым. Самого тяжелого раненого погрузили в самолетик, и он полетел в обратный путь. Он вовремя смог привезти раненого человека в больницу. Ему сделали операцию и спасли ему жизнь. Он подробно рассказал о том, где находятся люди, и большие транспортные самолеты немедленно вылетели к месту катастрофы, чтобы сбросить на парашютах необходимый груз. Но оставались еще и другие раненые, которые срочно надо было бы лечить. И самолетик знал, что только он один сможет пролететь к той горе. Он очень устал, но знал, что никто не может его заменить, а поэтому заправился и полетел. Было уже очень темно, и лететь было очень опасно. К счастью, ему помогли военные самолеты. Они сбросили специальные осветительные ракеты, так что маршрут стал более заметным. Так самолетик летал без отдыха всю ночь и вывез всех раненых. Никто из них не погиб. А утром, когда самолетик вернулся домой с последним раненым, на аэродроме его встречали и пассажирские лайнеры, и транспортники, а над головой чертили белые линии военные истребители. Все они встречали его. Раньше он невероятно обравдывался бы такой встрече, но сейчас ему больше всего на свете хотелось спать, поэтому он просто поехал в свой ангар и остановился там в своем тихом углу. Вот и вся история. Самолетик так до сих пор летает с этого аэродрома, возит почту в дальние поселки. Он по-прежнему такой же маленький и тихоходный. В нем не прибавилось роста ни на сантиметр, но все. И пассажирские лайнеры, и громадные транспортники, и самые новейшие истребители уважают его и уважительно покачивают крыльями, если встречаются с ним в небе. Он всегда блестит свежей краской, мотор его работает ровно и без перебоев. Его все замечают и прислушиваются к его мнению. Как вы думаете, почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok